Приветствую вас на канале книги, истории, факты. В этом видео, я хочу рассказать несколько безумных и интересных фактов, которые вас наверняка удивят. Надеюсь его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления, и при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Обращаю ваше внимание, что как и всегда, в конце видео вас ждет, очень интересный бонусный факт для всех досмотревших, этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. И помните, на канале книги, истории, факты вы найдете самые интересные и правдивые факты, на совершенно разные темы. Остерегайтесь подделок. Кажется современного человека сложно чем-то удивить. А вот и нет. Еще осталась в мире информация, способная вынести мозг даже самому любознательному интернет-пользователю. В этом видео мы хотели бы представить вам подборку, совершенно безумных, абсурдных на первый взгляд фактов, которые на самом деле являются правдивыми, и очень интересными уверены, что посмотрев видео до конца, вы точно захотите проверить правдивость, некоторой представленной информации, потому что эти факты обо всем на самом деле, весьма безумны и удивительны. 1. Косатки дельфины. Да, именно так, косатка это дельфин, а никакой не кит, как многие привыкли думать. 2. Кровь содержит золото. И это правда. Но не спешите бежать в пункт сдачи крови, потому что в одном среднестатистическом человеческом теле содержится всего 0,2 мг золота. На долгую и беззаботную жизнь явно не хватит. 3. Вомбаты какают кубиками. Так эти милые животные помечают свою территорию. Почему именно кубиками? Оказывается, экскременты такой формы остаются на месте дольше, чем стандартные. 4. Акулы древнее деревьев. Первые акулы появились на планете около 500 миллионов лет назад, а деревья только спустя еще около 50 миллионов лет. 5. Зажигалки появились раньше спичек. В это трудно поверить, но зажигалки изобрели на 3 года раньше, чем казалось бы такие примитивные спички. 6. Авокадо-ягоды. Любители авокадо сейчас ахнули. Оказывается, все это время они ели не фрукт, а ягоду. Чтобы окончательно перевернуть ваш мир, расскажем, что земляника и малина тоже не ягоды, а орешки. 7. У лошадей нет рвотного рефлекса. Из-за особенности строения пищевода и желудка, акт рвоты для лошадей невозможен. Вот бы такой талант выпускникам старших классов. 8. Манго получают солнечные ожоги. Бедные, бедные манго. Оказывается, они, как и люди, могут получать солнечные ожоги. Из-за этого часто погибает значительная часть урожая. 9. Ругательства успокаивают людей. Психологи выяснили, что матерные выражения благоприятно сказываются на психике человека. Поэтому в следующий раз, когда ударитесь мизинцем о ножку кровати, не стесняйтесь высказать проклятой деревяшке все, что вы о ней думаете. 10. Дельфины дают другим имена. Уже давно известно, что каждый дельфин издает уникальный свист, который другие особи могут имитировать. Ученые считают, что этот звук является своего рода именем, и с его помощью дельфины зовут своих друзей. 11. На Сатурне идут алмазные дожди. Каждый год на Сатурне выпадают осадки из тысяч тонн алмазов, при этом размеры драгоценных камней могут доходить до сантиметра. И на Юпитере тоже. 12. Макдональдс проводит свадьбы. Гонконгские рестораны сети Макдональдс проводят свадебные банкеты. Заплатить за такое мероприятие придется от 373 долларов до 1290 долларов. Интересно, правда ли, что на этих свадьбах вместо каравая молодые кусают бургер? 13. Обезьяны иногда чистят зубы. Для этого они используют самые разные подручные средства, начиная от травинок и палочек, заканчивая перьями птиц. 14. Золото съедобно. Чистое золото съедобно. Но простые украшения сделаны с добавлением других несъедобных металлов, поэтому не вздумайте их есть. 15. Медуза может испаряться. Медуза на 98% состоит из воды, поэтому высока вероятность, что попав на сушу, она просто испарится. 16. Звезды поглощают планеты. Это происходит, когда орбита планеты приближается к звезде. 17. Младенцам не снятся сны. Мамочки, чьи малыши улыбаются, якобы из-за того, что видят во сне ангелочков, сейчас очень сильно расстроятся. Нейробиологи уверены, что первые сновидения появляются у детей, только в возрасте 4-5 лет. 18. Баклажаны содержат никотин. В баклажанах действительно содержится никотин, но чтобы получить такой же эффект, как от сигареты, вам придется съесть больше 9 кило этого овоща. Однако лучше этого не делать. 19. Лицо стандартного манекена для обучения, техники искусственного дыхания, создана по образу 16-летней девочки, незнакомки из сены. Согласно одной из версий, ее тело нашли в реке Сена, в 1880-х годах и в 1900-х годах гипсовый слепок ее лица стал популярным предметом искусства. 20. У совершенно здорового человека в любой момент и без всякой на то причины может случиться припадок. Нейроны в мозгу человека постоянно ошибаются. В 99,999% случаев вы этого не замечаете, поскольку это не производит заметного эффекта, но если какие-то определенные нейроны ошибутся одновременно, это может спровоцировать припадок. 21. Дятел втягивает язык и обвивает им свой мозг, чтобы не повредить его, пока он долбит деревья в поисках насекомых. 22. Ученые удалили глаза последней известной жертвы Джека-потрошителя, чтобы попробовать извлечь изображение убийцы. 23. Когда голова болит из-за сильного похмелья, это происходит потому, что обезвоженный мозг съеживается и натягивает мембраны, соединяющие его с черепом. 24. Любимым блюдом Ричарда Никсона был творог с кетчупом. 25. Последняя казнь через отсечение головы на гильотине прошла во Франции 10 сентября 1977 года. В этом же году в мае вышел первый эпизод Звездных войн. 26. Во время Второй мировой войны военные США провели испытания химического оружия на 60 тысячах американских военнослужащих. Эксперимент держался в секрете до 1990-х годов и не был широко известен до тех пор, пока в 2015 году НПР не написала по нему расследование. 27. Во время Холодной войны британских пилотов Торнадо просили не беспокоиться о том, что у них не хватит топлива для возвращения на базу, поскольку после первых двух часов войны возвращаться было бы уже некуда. 28. 75% кунжута, выращиваемого в Мексике, оказывается на булочках для гамбургеров Макдональдс по всему миру. 29. Команда Pixar придумала Вали, приключения Флика и корпорацию монстров во время одного обеда. 30. Употребление в пищу печени белого медведя может привести к отшелушиванию кожи и выпадению волос, поскольку в ней содержится очень много витамина А. 31. Первые 40 миллионов лет своего существования, деревья не были биоразлагаемыми. Они стали такими после того, как грибы научились запускать процесс гниения. 32. Марк Твен родился в тот день, когда комета Галия пролетала мимо Земли. Однажды он сказал, я появился на свет в 1835 году, когда прибыла комета Галия. В следующем году она снова будет пролетать мимо Земли, и я думаю, что умру после этого. Так и оказалось, Марк Твен умер 21 апреля 1910 года, через день после появления кометы Галия, во время этого появления она впервые была сфотографирована, и впервые получены спектральные данные о ее составе. 33. Компания Кодек изобрела цифровую камеру еще в 1975 году. Она держала это в секрете, поскольку думала, что это негативно скажется на продажах пленки. 34. Мужчины видят сны откровенного характера чаще, чем женщины. А женщины видят кошмары чаще, чем мужчины. 35. Если вы сделаете фотографию блюда в Германии, права на нее будут принадлежать повару, считается, что это его творение. 36. 93% людей, когда-либо существовавших на Земле, мертвы. Примерно половина из них умерла от малярии. 37. Адам Сэндлер, играя в вышибалы, с детьми во время съемок фильма Билли Мэдисон, довел одного ребенка до слез. Когда к нему подошли недовольные родители, он заявил, разве они не читали сюжет? Ему ответили, им всего шесть, они не умеют читать. 38. Есть один персонаж комиксов, который принадлежит как Marvel, так и DC Comics этот доступ. Его единственная цель разделять их вселенные. 39. Бег по 30-40 минут 5 дней в неделю, способен замедлить старение клеток на 9 лет. 40. JZ, DMX, Бигги Смолс и Баста Римас в старших классах учились в одной и той же школе. 41. Синдром Ка был придуман итальянскими врачами, которые пытались спасти евреев, обратившихся к ним за помощью, от нацистов. Нацисты боялись приближаться к еврейским пациентам, поскольку думали, что их болезнь заразительна и смертельно опасна. 42. Седые волосы могут естественным образом восстанавливать свой цвет, когда мы не подвержены влиянию стресса. 43. JZ и Kanye West на одном из концертов в Париже 11 раз подряд исполняли песню Niggas in Paris. 44. Сильвестр Сталлоне едва не умер во время съемок четвертой части Рокки. Он попросил Дольфа Лундгрена ударить его по-настоящему. Тот выполнил просьбу. Удар был настолько сильный, что Сталлоне неделю провел в больнице, восстанавливаясь. 45. На первой официальной американской монете было написано «Mind your own business». В переводе с английского это означает «Не лезьте не в свое дело». 46. По оценкам, от 5 до 10% людей никогда не испытывали головную боль. 47. 95% серотонина вырабатывается в кишечнике. Кишечник выступает в роли второго мозга, который сильно влияет на наше настроение и благополучие. 48. Велоцерапторы были размером с домашнюю индейку, то есть намного меньше, чем нам их представляют в фильмах. 49. Пилоты второй пилот перед полетом и во время полета употребляют разную пищу на случай, если один из них отравится. 50. Джордж Вашингтон умер в 1799 году после того, как врачи выкачали из него почти 40% крови в попытке излечить больное горло. 51. Виагра способна продлить жизнь растений на одну неделю после того, как наступает срок их естественной смерти. 52. Без летучих мышей у нас не было бы текилы. Текилу производят из растения агава, которые опыляют летучие мыши. 53. Люди, которые влюблены, поддерживают зрительный контакт около 75% времени. 54. Компания Лего не производит наборов на военную тематику потому, что ее основатель не желает, чтобы дети воспринимали войну как игру. 55. Когда в Австралии становится слишком жарко, нектар некоторых цветов превращается в алкоголь. Пчелы, вкусившие его, пьянеют. Когда они пытаются попасть в свой улей, их не пускают другие пчелы, пока они не протрезвеют. 56. Люди единственный вид, который любит острую пищу, американские горки и страшные фильмы. Ученые утверждают, что острая пища помогает бороться с микроорганизмами. Причина, по которой люди любят кататься на американских горках или смотреть фильмы ужасов, пока неизвестно. 57. С возрастом наш мозг уменьшается, это всем известно. Но чего вы или даже мы, до написания этой статьи, не знали, так это того, что это происходит только с нами. У наших ближайших родственников, шимпанзе и макакрезусов, такого эффекта не наблюдается. 58. Согласно исследованию, проведенному Гарвардским университетом, с участием более 120 тысяч человек, картофельные чипсы являются причиной номер один – увеличение веса. Картофель и сахаросодержащие напитки, занимают второе и третье места. 59. У умерших людей на коже могут появиться мурашки, потому что после смерти мышцы становятся жесткими, в том числе и те, которые удерживают волосы, что и вызывает появление мурашек. 60. В государственном гимне Испании нет слов. Еще страны, в гимне которых нет слов, это Босния и Герцеговина, Сан-Марина и Косово. 61. Если человек найдет способ извлечь золото, находящееся в ядре Земли, им можно будет покрыть нашу планету слоем до колен. 62. Если удалить пространство между атомами, из которых состоит человек, все население может легко поместиться в яблоки. 63. Один миллион двести тысяч комаров, сосущих нашу кровь одновременно этого достаточно, чтобы выпить всю кровь у одного человека. 64. Возможно вы знаете, что фотоном света требуется 8 минут, чтобы преодолеть путь от Солнца до Земли. 64. Знаете ли вы, что тем же фотоном требуется в среднем 170 тысяч лет, чтобы пройти путь от ядра Солнца до его поверхности? Кстати, на нашем канале книги «Истории. Факты» есть отдельное видео, про тайны и загадки космоса, которые ученые не могут объяснить, а также 170 интересных фактов о нашей планете Земле. 65. В шахматах больше возможных ходов, чем атомов в известной нам Вселенной. После трех ходов с каждой стороны существует больше 9 миллионов возможных позиций. Американский математик подсчитал минимальное количество неповторяющихся шахматных партий и вывел число Шеннона. Согласно этому числу количество возможных уникальных партий превышает число атомов в видимой Вселенной. Число атомов оценивается, как 10 в 79 степени, а число уникальных шахматных партий составляет 10 в 120 степени. 66. Кофе притупляет восприятие сладкого как у мышей, так и у людей. 67. Ваше тело воспринимает отказ так же, как и физическую боль. 68. Самолет пролетел сотню километров с дырой, в топливном элементе, обе турбины были выключены. Такой инцидент действительно имел место быть. 69. Обезьяны могут видеть оптические иллюзии. Они видят своих врагов почти повсюду, потому что боятся за свою жизнь. 70. Через 10 лет вес вашего матраса удвоится из-за скопления пыли и клещей. 71. Ночью наши межпозвоночные диски расслабляются и расширяются. Поэтому утром мы выше, чем вечером. Хотя возможно вы это уже знаете из видео на нашем канале КИФ, со 150 правдивыми фактами об организме человека. 72. В нашем теле обитает 90 триллионов бактерий. В наших телах живет больше бактерий, чем людей на земле. 73. Элвис Пресли, король рок-н-ролла, был блондином. Он красил волосы в черный цвет потому, что думал, что ему так больше идет. 74. В следующий раз, когда вам нужно будет принять сложное решение, попробуйте подумать о проблеме и возможных решениях на иностранном языке. Ваш мозг сосредоточится на самом языке, этого не происходит, когда вы говорите на родном, и удержит разум от эмоций, чтобы вы могли ясно мыслить. 75. Воздух в метро на 15% состоит только из мертвых клеток человека. 76. Вы, наверное, слышали, что у некоторых людей аллергия на кошек. Но держим пари, многие могут не знать, что у некоторых кошек аллергия на людей. 77. Вероятность умереть, пока вы покупаете лотерейный билет, выше, чем вероятность того, что вы выиграете. 78. Структура волос претерпевает серьезные изменения в течение первого года жизни ребенка. Локоны могут стать шелковистыми и прямыми или наоборот, а светлый цвет может измениться на темный и так далее. 79. Знаете ли вы, что белые медведи закрывают носы лапами, чтобы сделать себя невидимыми? 80. Пессимизм – это генетическое. Да, это так. У пессимистов есть мутировавший ген Эдра-2-Би. 81. В мире больше полных людей, чем голодающих. 30% населения мира страдает ожирением. При этом голодают, согласно докладу ООН, порядка 10% населения Земли. 82. Мы улыбаемся по-разному, в зависимости от разных ситуаций. Улыбки на влечение, похвалу и превосходство совершенно разные. 83. Когда фотография только появилась, люди снимали мертвых, как если бы они были живыми. 84. Большинство случаев отключения электроэнергии в США происходит из-за белок. 85. Женщина потеряла обручальное кольцо и нашла его 16 лет спустя на морковке, выращенной в ее саду. 86. Четверть наших костей находится в ногах. 87. Доноры крови в Швеции получают текстовое сообщение, когда используется их кровь. 88. Раньше люди использовали паутину как пластырь. 89. Солнечные очки были изобретены китайцами для судей, чтобы выражение их лица можно было скрыть во время вынесения приговора. 90. Сахарную вату изобрел дантист. В 1897 году дантист Уильям Моррисон и кондитер Джон К. Уортон изобрели сахарную вату, производящуюся в специальной машине. Другой дантист, Йозеф Ласко, изобрел аналогичную машину в 1921 году. 91. Эпитафия Шекспира содержит проклятие для грабителей могил. 92. С генетической точки зрения, дети однояйцевых близнецов являются родными братьями и сестрами, а не двоюродными. 93. Официальная птица калифорнийского города Ридондо-Бич, дирижабль Гудаэр. Ее приняли постановлением в 1983 году. 94. Поединок трех человек называется Труэль. 95. Форма чипсов Принглс получила название «гиперболический параболоид». 96. Фроснеп так называется легкая стадия перед обморожением. 97. Помните Спарки, пса из Южного парка. В оригинальной озвучке он говорит голосом Джорджа Клуни. 98. Большая часть, продаваемой во Франции туалетной бумаги, для дома розового цвета. 99. Квадратные арбузы в Японии являются декоративными и несъедобными. 100. Самая большая из всех медоносных пчел, гималайская медоносная пчела, производит галлюциногенный мед. 101. Закаты на Марсе синие. 102. Противоположность животных альбиносов – животные меланисты. Черная пантера – ничто иное, как ягуар-меланист. 103. Мистер Бин, или Роуэн Аткинсон, озвучивал Зазу в Короле Льве. 104. Можете ли вы поверить, что существуют психологи по вопросам богатства, которых нанимают банки для сверхбогатых клиентов, не имеющих возможности справиться со своим состоянием? 105. Штат Миннесота моложе университета Миннесоты. 106. Люди не могут чихать во сне, потому что мозг отключает этот рефлекс. 107. Шестьдесят процентов нашего мозга состоит из жира, что делает его самым жирным органом нашего тела. 108. Первая атомная бомба, созданная в 1945 году, получила название «штучка», в оригинале на английском языке название звучит как «гаджет». 109. Уигуан три глаза. Два стандартных глаза предназначены для зрения, а третий, расположенный на голове, воспринимает только яркость. 110. Единорог – национальное животное Шотландии. 111. Если вы проглотите от 30 до 90 граммов печени белого медведя, за один прием пищи, вы вполне можете умереть. И не забывайте про отшелушивание кожи и выпадение волос. 112. Моррис Ральф Хилеман из 14 вакцин, включенных в ОСС в рекомендованный график вакцинации, создал 8. Гепатит А и Б, менингит, ветряная оспа, пневмония, корь, эпидемический паротит и гемофильная палочка. За всю же свою жизнь он разработал более 40 вакцин, что является беспрецедентным рекордом. 113. Кролики при рождении слепые и лысые, тогда как у зайцев при рождении есть шерсть и зрение. 114. Нельзя издавать гул с закрытым носом. Когда вы издаете гул, воздух выдувается из носа. Не верите? Попробуйте. 115. 11 апреля 1954 года, самый унылый день в истории. Исследование решил провести не историк, не журналист и даже не писатель, а программист по имени Уильям Тонстолпедов. Ему вдруг стало интересно, а случается ли так, что скучает не один человек, а весь мир. И он приступил к своей разработке. Мужчина создал специальную программу, в которую загрузил всевозможные даты за прошедший век. К сожалению, проанализировать позапрошлый, или допустим еще более ранний век не удалось, так как о том времени сохранились не все сведения и не о каждом дне. Чего не скажешь о веке 20-м. Итак, подробнее о программе и алгоритме ее работы. Были загружены факты и события 20-го века, а после события сопоставлялись с днями недели, и так должен был выйти день, который оказался максимально скучным, когда ничего толком не произошло. И такой день нашелся. Это было воскресенье 11 апреля, шел 1954 год. Самое интересное, что после того, как Танстолпедо опубликовал результаты своей работы, многие люди решили поспорить с программистом. Они начали шерстить архивы, проверять сведения, расспрашивать родственников может быть кто-то, помнил о событиях того дня. Но возразить Уильяму так никому и не удалось. То воскресенье и правда, было самым скучным днем в мире. Никто не сделал ни одного открытия, не случилось какое-то судьбоносное событие, даже уровни рождаемости и смертности были средними. 116. Сидите на диете. Пользуйтесь вилкой меньшего размера. Небольшие порции еды создают впечатление, что вы съели достаточно, и дают ощущение сытости. 117. Термит – самое долгоживущее насекомое. 118. Если вы страдаете изжогой, просто используйте жевательную резинку после еды. Слюна, которая взаимодействует с жевательной резинкой, становится более щелочной, что может снизить уровень кислоты, накопленной в желудке. А так, конечно, лучше обратиться к специалисту. 119. Согласно исследованию, мужья выполняют меньше работы по дому, чем парни. 120. Пчелы могут определить присутствие взрывчатки с помощью языка. Их можно научить лизать взрывчатку, как собак нюхать ее. 121. Слово юрский – кельтское и означает лес. 122. Иисус Христос родился за 4-5 лет до Рождества Христова. 123. Одна из античных статуй Венеры, носит название Калепига буквально «Прекраснозадая». 124. Уровень жизни римского города, в первом веке нашей эры, сравним с уровнем жизни европейского города, в конце 18 века. 125. В римских прачечных работали мужчины, а не женщины. А стирали они человеческой мочой. Древние римляне уделяли большое внимание своему внешнему виду и личной гигиене. Например, использование парфюма, или хорошее состояние зубов, были способами демонстрации своего статуса. Но одним из самых важных символов социального положения и богатства была красивая одежда. Поэтому прачечные в Древнем Риме были популярным видом бизнеса. У тех, кто работал в прачечных, было специальное название – фулоны. Они стирали, полоскали, окрашивали и высушивали одежду. Однако понятно, что стирального порошка в Древнем Риме не существовало. Что же использовали вместо него? Ответ – человеческую мочу. Прачечные были в каждом римском городе. Большинство горожан носили белые тоги, сделанные из шерсти. Этот материал очень легко впитывал пот и пачкался. Римляне догадались, что эффективно удалять грязь и запах с одежды можно с помощью аммиака. А отличным источником аммиака является человеческая моча. Собрать ее достаточное количество для стирки было непросто. Те самые фулоны ходили по городу в поисках. Первым делом они шли в общественные туалеты, но там далеко не всегда было необходимое количество. Фулоны порой просто ждали, когда какой-нибудь горожанин начнет справлять нужду на улице. Собрав необходимое количество материала, они возвращались на рабочее место и смешивали мочу с водой и щелочью. Затем одежду помещали в чан с жидкостью, где ее топтали, выводя таким образом грязь. Затем, в другом чане одежду прополаскивали в чистой воде. После ее сушили на веревках на крыше. Иногда одежду подвешивали над дымящейся серой, чтобы еще эффективнее отбелить ее. Работа в прачечных была непростой и, как выясняется, не очень приятной. Однако занятие было прибыльным и довольно уважаемым. У фулонов всегда было много заказов, в том числе от самых влиятельных членов римского общества. 126. Фраза «деньги не пахнут» появилась из-за налога на общественные туалеты в Риме. Этот налог ввел император Веспасиан, пытаясь восстановить римскую экономику. Сын Веспасиана Тит раскритиковал это решение. Тогда, как рассказывает Светоний в жизни 12-ти Цезарей, Веспасиан взял монету из первой прибыли, поднес к носу сына и спросил, воняет ли она. «Нет», — ответил Тит. «А ведь это деньги с налога на общественные туалеты», — ответил Веспасиан. 127. Помпеи и другие города у подножия Везувия погибли не от лавы, а от пирокластического потока. Это очень горячий поток из вулканического газа, пепла и обломков породы, который вбирает в себя все, что попадается ему на пути, камни, деревья, обломки построек. Таких потоков во время извержения Везувия было несколько. 128. Дату извержения Везувия существенно скорректировали из-за одной надписи на стене. Долгое время считалось, что извержение произошло 24 августа 1979 года. Но в 2018 году в Помпеях раскопали дом с садом и сделанная углем шутливая надпись на стене, содержащая указание даты, заставила ученых изменить датировку катастрофы. В небольшой надписи, оставленной углем в одной из комнат, так называемого дома с садом, значится дата — 16-й день до ноябрьских колен дня, который в древнеримской традиции обозначал первый день нового месяца. То есть неизвестный говорил о 17 октября. Как считается, в комнате шел ремонт, который успел закончиться в двух других помещениях дома. Таким образом, отмечает издание, надпись была сделана за неделю до трагедии, которая, согласно одной из теорий, произошла 24 октября, а не августа. В пользу этой версии говорит и тот факт, что такой недолговечный материал, как древесный уголь, не мог бы сохраниться на стене с предыдущего года. 129. Случаи, когда именитый гость посещал археологическую экспедицию и неожиданно находил интересный предмет хорошей сохранности, были распространены еще в XIX веке. Обычно после этого, он немедленно получал найденный предмет в дар. 130. Нерон не сжигал Рим. Зато этот миф дал имя легендарной программе для записи CD в домашних условиях Нера Бернинг-Кром. 131. Плиний считал, что попугаево хмелю особенно распутен. 132. Некоторым сирийским мистикам предписывалось спать, прислонившись к стене, и не подаваться соблазну вытянуть ноги. Правила питания в ближневосточных монастырях 7-8 веков тоже были очень строгими. 133. Стены Капернаумской синагоги VI века украшают орнамент, в котором соседствует шестиконечная звезда, нынешний символ Израиля, и свастика. Это объясняется тем, что в средние века и ранее оба символа часто служили просто декоративными элементами, а свои нынешние значения приобрели только в XIX-XX веках. 134. Ига называется татаро-монгольским, но татарами завоеватели не были. Слово татары эквивалентно европейскому понятию, варвары в китайских источниках, где монголов и начали называть татаро-монголами. 135. Мы знаем, как выглядел Данте. Облик поэта удалось восстановить по его черепу. А вот точную дату создания божественной комедии установить пока не удалось. 136. В земном раю Адам с Евой пробыли всего шесть часов, по расчетам Данте. 137. Многие простые люди в Вероне всерьез считали, что Данте побывал в аду и вернулся. Некоторые женщины показывали на поэта и говорили, видишь, он только что вернулся из ада, поэтому у него кожа потемнела от огня и обожжены борода и волосы. И он расскажет, как там наш пиа. 138. Андрей Рублев, Монтисума и Ян Ван Эйк жили в одно время. 139. Ян Ван Эйк выписывал некоторые детали на своих картинах кисточкой из единственного кабаньего волоса. Во всяком случае, существует такая легенда. 140. Реставрация показала, что морда Ягненка на Генском алтаре изначально была похожа на человеческое лицо. Что логично, ведь Агнец это воплощение Господа. 141. Прекрасный Генский алтарь видел мало кто из современников, он стоял закрытым большинство дней в году. Генский алтарь монументальная и одно из наиболее знаменитых произведений Яна Ван Эйка. Однако, согласно надписи, работу над ним начинал еще его брат Губерт, но именно Ян, как считают специалисты, расписал панели. Этот грандиозный алтарь, состоящий из 24 живописных частей и включающий изображения 258 человеческих фигур, заказал для своей семейной капеллы в 1422 году, богатый Генский бюргер и донатор церкви Иоанна Богослова, ныне собор Святого Бавона, Йосвей. Спустя 10 лет, в 1432 году, алтарь был освящен и занял свое место в часовне. 142. Швейцарские часы смогли прославиться благодаря тому, что богослов и реформатор Жан Кальвин ввел запрет на украшения, и ювелирам пришлось освоить часовое дело. 143. Выражение «малиновый звон», означающее «мягкий перелив колоколов», не имеет отношения к ягоде малини. Малин – французский вариант названия фламандского города Михелин, важного центра колокольного литья. Именно Михелин был известен по всей Европе своим колокольным звоном. Сюда по реке Дейли поставляли руду, здесь плавили металл, отливали колокола и настраивали их до чистейшего звонкого звука. Это была ювелирная работа. Ведь если ошибиться в толщине, колокол будет звучать фальшиво. Все колокола различались по нотам, и каждый следующий колокол был тяжелее колокола предыдущей ноты на 9 килограммов. К XIX веку на башне святого Румольда установили два музыкальных инструмента. Басистый, томный коррельон XVII столетия соседствовал с обладающим, более звонким, кристально чистым звуком коррельоном XIX века. Оба весили 40 тонн и вмещали 49 колоколов. У самого большого колокола было даже свое имя Сальвадор. Насладиться звучанием полного Михеленского коррельона, можно было, стоя рядом с собором святого Румольда. Коррельон, как и колокола на многих городских башнях, играл в установленное время. Однако в отличие, например, от московских курантов, он звучал не каждые 15, а каждые 7,5 минут. 144. Во время Миланской чумы 1630 года некоторые горожане выходили на улицу, вооружившись пистолетом, чтобы никто не рискнул к ним приблизиться. 145. В Средневековье многие считали, что попугаи кричат о во имя первой женщины и начала молитвы о во Марии, так что эти птицы ассоциировались с райским садом. 146. Миледи в трех мушкетерах жила по адресу, который на самом деле принадлежал Виктору Гюго. Дюма дружил с Гюго и преклонялся перед его талантом. В романе он аккуратно указал не только улицу, но и номер дома Миледи, а на самом деле Гюго, хотя в описанные им времена нумерация домов, еще не была принята во Франции. 147. С 1946 года графа Монте-Кристо неправильно переводили на русский язык. В оригинале первое предложение романа начинается так. 24 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де Лагард дал знать о приближении трехмачтового корабля Фараон. Но в русском переводе эту дату, почему-то заменили на двадцать седьмое. 148. В 17 веке многие пираты были госслужащими. Европейские морские державы нанимали их, чтобы грабить корабли других стран. Кстати, на нашем канале «Киф» есть отдельный ролик про пиратов, и он называется «Жуткие факты о пиратах, которые могут вас поразить». 149. У описанного Стивенсоном острова сокровищ есть прототип, это остров Пинос в 70 километрах южнее Кубы. Пинос был открыт 13 июня 1494 года во время второго путешествия Колумба. Великий путешественник счел его частью Кубы, которую, в свою очередь, принял за полуостров, примыкающий к нынешней Мексике. Стоит ли, впрочем, пенять ему на эти ошибки, если и сам Новый Свет он считал Азией? Колумб все равно остается Колумбом. Испанцы поначалу окрестили остров то ли еванхелистой, то ли абанхелистой. Разница здесь довольно значительная, поскольку в первом случае получается, что он был назван в честь апостола Иоанна, а во втором в честь Иоанна Крестителя. Необходимость выбора между двумя святыми смущала богобоязненных испанцев, так что в конце концов они придумали острову третье название и нарекли его Пиносом, от испанского пинососна. Для южных морей сосна деревья, мягко говоря, нетипичные. Однако на Пиносе их много, и в этом Карибский остров действительно напоминает вымышленный остров сокровищ. 150. В XVIII веке в России существовала таможенная граница между Сибирью и центральной частью России. Многие товары, в первую очередь мех, в Сибири были намного дешевле, и поэтому с людей, вывозящих меха, взималась таможенная пошлина. Чтобы пошлину не взяли, нужно было предоставить справку, что имущество предназначено для личного использования, а не для продажи. 151. Жена и двое маленьких детей Витуса Беринга ездили в Сибирь вместе с ним, по пути она Беринг отправляла посыльных, в Китай на рынок, каталась на санях с трубачами и украла двух служанок. А кроме того, всю дорогу везла с собой клавикорды, это такой клавишный струнный ударно-зажимной музыкальный инструмент. 152. Распространение в России картофеля не связано с Петром Первым. Возможно, он привозил его в качестве диковинки, но всерьез картошку в России начали сажать только во второй половине 18 века. До 18 века на Руси даже не знали, что такой диковинный овощ, как картофель, существует. Появление картошки связывают с именем Петра Великого. Однако точных сведений о его причастности к появлению корнеплода не существует. Считается, что в Европу картошка попала из Америки, а завезли ее туда испанские конкистадоры. А каким образом картошка попала в Россию, можно лишь догадываться. Существует легенда, что первым оценил вкусовые качества корнеплода царь Петр, который отведал ее в Голландии во время путешествия. Якобы тогда он решил выращивать картофель в России. Однако архивные документы, информирующие о сделках купли-продажи картошки, сохранились в архивах Голландии, начиная с 1742 года, когда Петра I уже не было в живых. Картофельные блюда подавались в царских покоях Анны Иоанновны, великой русской императрицы, но и крестьяне позволяли себе включать в свой рацион питания этот продукт. Царица почивала картошкой гвардейцев Семеновского полка. При Екатерине второй крестьян обязали выращивать картофель. Однако никто не знал технологии выращивания овощной культуры и способа сбора урожая. Попытки Екатерины не увенчались успехом, картофель не прижился на русской земле. Но ее дело продолжил царь Николай I. В России был голод, и царь Николай I издал указ, в котором заставлял крестьян выращивать картофель, засевать им поля. Крестьяне не были готовы заменить привычные им злаковые культуры и репу с редькой на какой-то неизвестный заморский корнеплод. Однако царь жестко требовал исполнения указа, давал бесплатно семена, поощрял материально тех, кто готов был растить картофель на своих полях. Помимо поощрений, были и наказания, применяемые к крестьянам, отказавшимся исполнять указ. Крестьяне, не знающие способов выращивания и сбора картошки, стали употреблять в пищу зеленые плоды, которые росли не в земле, а на клубнях. Это приводило к отравлению, а иногда и к смерти. Тогда крестьяне взбунтовались. Стали жечь картофельные поля, убивать служилых, посылаемых царем к бунтарям. Староверы окрестили корнеплод чертовым яблоком, настолько ненавистным он стал крестьянам. Бунтовщиков арестовывали, ссылали в Сибирь, подвергали поркам, что еще больше ожесточало крестьянство. Помимо этого, бунты имели политическую подоплеку. Государственные крестьяне, освободившиеся от иго крепостного права, восприняли царский указ, как посягательство на свободу. Самое интересное, что картошечка полюбилась крестьянам не при помощи военной силы, хотя крестьян пострадало много, кого-то в ссылку отправили, кто-то в солдаты попал. Но картошка прижилась. Овощ оказался выносливым и прижился в климатических условиях даже на севере. Постепенно и вкус его понравился. Почему так случилось, сложно объяснить, однако картофель полюбили, а впоследствии он стал и вовсе незаменим. 153. В XVIII веке британские зоологи приняли утконоса за поделку. Они увидели тушку и сначала решили, что к бобру искусно пришили утиный клюв. 154. Британские колонисты пытались заразить индейцев оспой, чтобы вызвать эпидемию. Для этого они передавали индейским вождям во время переговоров одеяло из оспиного барака. Некоторые даже считают, это первой попыткой использования биологического оружия, правда к счастью неудачной. 155. Пирамида с глазом на долларовой купюре не имеет никакого отношения к масонам. Этот символ стали использовать в Америке до того, как он стал частью масонской культуры. 156. День Святого Патрика начали широко отмечать не в Ирландии, а в Америке. Ирландцы, эмигрировавшие в Соединенные Штаты, придумали этот праздник, чтобы собираться вместе и не забывать о своем происхождении. 157. У Байрона было множество домашних животных, в том числе цапля, барсук, павлины, сокол, медведь, шимпанзе и по неподтвержденным данным, крокодил. 158. Мэри Шелли, создательница Франкенштейна, хранила в столе сердце своего мужа, поэта Перси Биша Шелли. По легенде, когда друзья поэты кремировали его тело, жечь сердце не удалось оно не горело. 159. Сенбернары на самом деле не носят на ошейнике бочонки с Брэнди для отпаивания замерзших горных путников. Этот миф, родившийся благодаря картине Эдвина Лансира, не имеет отношения к действительности, Брэнди, как и любой алкоголь, скорее убил бы человека с гипотермией, чем помог ему. 160. В России во время эпидемии холеры, в первой половине 19 века, прокалывали конверты с письмами. Это позволяло окуривать письма серой или хлором для дезинфекции, а сейчас помогает исследователям их датировать. 161. Гоголь очень любил шить и вязать. Сын историка Михаила Погодина как-то попросил писателя связать ему чулки, но тот надрал ему уши. Многие не связанные друг с другом мемуаристы вспоминают Гоголя за шитьем, вязанием и вышиванием. Литературный критик и мемуарист Павел Васильевич Чаненков, вспоминая о лете 1841 года в Риме, где он жил в одной квартире с Гоголем и переписывал под его диктовку первый том «Мертвых душ», рассказывает. Вообще у Гоголя была некоторая страсть к рукоделиям. С приближением лета он начинал выкраивать для себя шейные платки из киси и батиста, подпускать жилеты на несколько линий ниже и прочее, и занимался этим делом весьма серьезно. Я заставал его перед столом с ножницами и другими портняжными материалами, в сильной задумчивости. Сам Гоголь упоминает свои познания в ремеслах, как возможное средство пропитания, когда в 1828 году, перед отъездом в Петербург из родной Васильевки, уверяет своего двоюродного дядю, Петра Петровича Косеровского в том, что не пропадет в столице. И ремесло портного в этом списке указано первым. Вы еще не знаете всех моих достоинств. Я знаю кое-какие ремесла. Хороший портной, недурно раскрашиваю стены алфрискою живописью, работаю на кухне и много кое-чего уже разумею из поваренного искусства. Вы думаете, что я шучу, спросите нарочно у маменьки. Зарабатывать деньги шитьем Гоголю не пришлось, и это занятие осталось домашним и очень любимым увлечением. Этой своей страсти он, судя по всему, несколько стеснялся, о чем свидетельствуют воспоминания детей историка Михаила Петровича Погодина, в доме которого в Москве подолгу жил Гоголь. Дочь Александра упоминала о том, что Гоголь любил вышивать по конве, но об этом никому не говорил и скрывал это от посторонних. А сыну Погодина Дмитрию вообще хорошо досталось от Гоголя за просьбу связать ему чулки. Странно было видеть нам, детям, что гениальный русский писатель, каким считали у нас в доме Гоголя, мог проводить завязанием по целым утром на спицах, разных шерстяных вещиц, как то, ермолок, шарфиков и других безделушек, или же завырезыванием из древесных сучьев дудочек. У меня долго хранилась подаренная им мне дудочка, но когда я однажды попросил его связать мне шерстяные чулки, он рассердился и надрал мне уши. 162. Гоголь действительно любил Гоголь-Моголь и сам про это шутил. 163. Шарлотта Бронте хранила у себя кусочек гроба Наполеона. 164. Каторжане аккомпанировали своим песням гудением в гребешки и звоном кандалов. Музыкальные инструменты на каторге были запрещены. 165. Лыжный спорт существовал не всегда, а появился только в конце 19 века. Его ввел в моду автор рассказов о Шерлоке Холмсе Артур Конан Дойл. Кажется, что лыжным спортом в Швейцарии занимались всегда, однако это новшество конца 19 века, а его популяризатором и пионером выступил именно создатель Шерлока Холмса. Поездка в горы была вынужденной мерой. Жена писателя Луиза страдала от туберкулеза, и Конан Дойл отвез ее в Давос с его целебным климатом. Именно находясь в Давосе, писатель освоил новый для англичан вид спорта, настолько новый, что в своем эссе он употреблял слово ски, лыжи, пришедшее из норвежского, оно еще не было натурализовано. Конан Дойл совершенно не стеснялся того, что поначалу не умел стоять на лыжах и что все люди, включая местных, смотрели на него как на чудака. Из-за того, что им с женой пришлось задержаться в Альпах надолго, у писателя было время приноровиться, и скоро он стал хвастать, что зимой на лыжах идти через горы ему уже проще, чем по тому же маршруту летом. Во время своего перехода в Аразу, он применял нестандартные методики. На одном участке Дойл и его проводники связали лыжи вместе и спустились со склона, как на санях. Эссе Конан Дойла, опубликованное в 1894 году в журнале Strand «Полмиллиона читателей», стало первым популярным рассказом о лыжном спорте. Британцы узнали, что он существует. Поразительно, однако, что Конан Дойл открыл потенциал этого занятия не только соотечественникам-туристам, но и местным. За прошедший со времен Конан Дойла век с лишним, изменилось все лыжестали, одним из самых популярных видов спортивного досуга. От Давос, в котором автор Шерлока Холмса пробовал свои силы, стал одним из главных лыжных курортов с 320 километрами трасс. 166. Детективы про Шерлока Холмса способствовали росту числа теорий заговора. Многие читатели принялись использовать дедуктивный метод сыщика для объяснения окружающей действительности. 167. Стравинский перенял у Римского-Корсакова манеру носить две пары очков вторую высоко на лбу. И это, конечно, не единственное, что перенял композитору своего любимого учителя. Регулярные уроки у Римского-Корсакова начались только в 1904 году, когда Стравинскому было 22 года. Профессор отговорил его поступать в консерваторию, так что профильного диплома у Стравинского не было до конца жизни. Зато этот частный учитель, к слову никогда не бравший с него денег, был лучшим в России. Стравинский перенял у Римского-Корсакова очень многое, от поиска собственного стиля и сочинения прямо за роялем, до манеры носить каракулевую шубу и две пары очков, вторую, высоко на лбу. 168. Икона вовсе не всегда была русской национальной гордостью. Как произведение искусства и основу нашего художественного канона ее открыли лишь в начале XX века в частности, после выставки, посвященной трехсотлетию дома Романовых. 169. В Первой мировой войне за Австралию воевало много выходцев из России. 167 имен россиян увековечены на стенах австралийского военного мемориала в Канберри. 170. В начале XX века в Европе и США продавалась зубная паста с содержанием радиоактивных веществ, а еще косметика, сливочное масло, пиво, сигареты, презервативы и тонизирующие напитки. Люди не сразу поняли, что радиация вредна для организма, а долгое время напротив были убеждены в ее целебных свойствах. 171. Автор музыки гимна СССР Александр Васильевич Александров до 1922 года был дирижером церковного хора в Храме Христа Спасителя. При советской власти он прославился как автор музыки гимна СССР и песни «Священная война», а также как создатель ансамбля песни и пляски советской армии. Создателя одного из лучших хоров в мире, автора-композитора гимна Советского Союза и современной России Александра Васильевича Александрова мы привыкли видеть на архивных фотографиях в мундире и с орденами. Немногие знают, что этот любимец Сталина был глубоко верующим человеком, никогда не изменявшим православной вере. Он родился под Рязанию в селе Плахино, в конце XIX века в простой набожной семье, мальчик очень рано начал петь в церковном хоре. Его чистый голос и совершенный музыкальный слух были замечены, и вскоре парнишка уже пел на клиросе Казанского собора Санкт-Петербурга. Потом была столичная придворная капелла, где совсем еще юный Александров постигал тонкости вокального и регентского искусства и жадно изучал сокровищницу русской музыкальной и духовной школы. Получив диплом регента, Александр поступает в Петербургскую консерваторию, где его учителями становятся такие мастера, как римский Корсаков, Глазунов и Лядов. Но влажный климат столицы поточил здоровье Александрова, и он вынужденно перебирается в город Балагое Тверской губернии, где служит регентом соборного храма и преподает хоровое искусство в местных училищах. После женитьбы и рождения первенца Бориса, который впоследствии станет блестящим продолжателем дела, своего отца, Александров переезжает в Тверь. Здесь он возглавляет хор главного храма Тверской земли Спаса Преображенского собора. За 12 лет регенства Александрова, хор Спаса Преображенского собора становится лучшей церковной капеллой Верхневолжья. Попутно Александр Васильевич преподает, практически во всех учебных заведениях Твери, занимается в Московской консерватории. В 1918 году Александр Васильевич был приглашен патриархом Тихоном возглавить хор Храма Христа Спасителя в Москве, где прослужил до 1922 года, став последним регентом этого величественного собора, закрытого и взорванного большевиками. Творческое наследие самого Александрова это квинтэссенция истинного, непоказного патриотизма. Он писал оперы и симфонии, сонаты и духовные произведения. Среди самых известных молитвенных песнопений Александра Васильевича, первый антифон для мужского хора «Хвалите имя Господне», «Очи наш с солистом», «От юности моея», «Разбойника благоразумного», «Свете тихий», поэма для хора, оркестра, органа и солистов «Христос воскресе». До величайших духовных высот Александр Васильевич поднялся и в своем песенном мастерстве. Он творчески переработал более 70 русских народных песен и написал для новых песен 81 авторскую мелодию. Его светские и духовные произведения звучат так, будто они уже появились когда-то давно вместе с русским народом и были просто озвучены композитором. Ему было уже 45, когда ему предложили возглавить только-только организованный ансамбль красноармейской песни, который позже будет носить его имя и будет признан лучшим мужским хором мира. И именно этот ансамбль на белорусском вокзале военной столицы впервые исполнит песню, которая станет гимном непокоренной России. В самом начале войны с нацистской Германией, летом 41 года, Александр Васильевич прочитает в газете поэтические строчки Лебедева-Кумача. В этот же день, к вечеру пронзительные слова будут положены на музыку и превратятся в самую мощную песню военного времени «Священная война». Песню, которой в Москве поставили памятник. Впервые ее спели на вокзале, откуда прямо на фронт уезжали солдаты. Спели один раз, второй, третий. В глазах исполнителей и слушателей стояли слезы. Но они не были проявлением слабости, эти слезы стали выражением той боли за родных, за страну, за будущее детей, которая приведет наш народ к победе. В Великую Отечественную, после Сталинградской битвы, родится и музыка гимна Советского Союза. Его дебютное официальное исполнение состоится в 1944-м. Но первыми его слушателями станут солдаты на передовой, и еще в 43-м. Сила его музыки питалась истоками, тех духовных музыкальных традиций, которые были заложены еще в юности великого композитора. И Священная война, и гимн России, создавались по законам и правилам церковных гимнов. Если прислушаться, в этих произведениях есть ритмические ассоциации с набатом. А наш государственный гимн начинается, совершенно нетипично для помпезных и торжественных гимнов других стран, с единственного вступительного аккорда. По сути, это традиционная регенская настройка тоника, со всеми ступенями в одном аккорде. По воспоминаниям современников великого композитора, в одной из комнат его большой московской квартиры была оборудована домашняя часовня. Александр Васильевич говорил о своей жизни, много было хорошего и плохого. А жизнь была сплошной борьбой, полная труда, заботы трудностей. Но я не сетую ни на что. Я благодарю судьбу за то, что моя жизнь, мой труд принесли какие-то плоды, дорогой отчизне и народу. В этом большое счастье. 172. Однажды Ленин смеялся по-фински. В августе 1917 года Ленин скрывался у финляндских социал-демократов и их знакомых. Он часто перемещался и менял внешность. Как-то Ленина сопровождал актер Карла Куусила и все время говорил с ним по-фински, чтобы их не узнали. В ответ революционер только громко смеялся, что для постороннего слуха звучало совершенно по-фински. 173. В историческом музее Павлова в Нижегородской области можно увидеть модель мавзолея Ленина, сделанную из 97 складных ножей. Там же можно найти кремлевскую башню из 143 ножей, герб СССР, из 119 ножей, макеты достижения науки и техники с фрагментом московского Кремля из 43 ножей и первый в мире полет человека в космос из 24. 174. Лев Троцкий взял в качестве псевдонима фамилию своего тюремного надзирателя. Первый раз Лев Бронштейн использовал ее, когда бежал из ссылки за границу по поддельному паспорту. 175. Операция по убийству Троцкого называлась «Утка». В ее состав входили две другие операции «Конь и мать». 176. В гимне советских пионеров композитор Сергей Кайдан Дежкин использовал мелодию хора «Солдат» из оперы Шарля Гуна Фауст. 177. Эрнест Хомингуэй брал интервью Бенито Муссолини. Это произошло в 1922 году во время Лозаннской конференции, которую Хомингуэй освещал как репортер. Он писал, что Муссолини пытался произвести на журналистов впечатление философа и углубился в книгу, но держал ее вверх ногами. 178. Эрнест Хомингуэй был большим поклонником творчества Исаака Бабеля. Советский писатель много путешествовал по Европе и дружил с западными литераторами. 179. Мелодия песни в Киптаунском порту была написана для Бруклинского театра. Ее автором стал в начале 30-х американский композитор еврейского происхождения Шалом Секунда. Мелодия звучала в мюзикле, который шел на идише. 180. Подмосковный город Долгопрудный до 1938 года назывался Дирижаблестрой. Здесь находилось предприятие по производству дирижаблей. 181. Строители московского метро массово ввели дневники. Метростроевцам рекомендовали вести записи, чтобы стать не только создателями, но и хронистами проекта фиксировать историю прямо на ходу. От этой компании сохранилось около 40 дневников. 182. На самых старых станциях московского метро, станциях первой очереди полы были не гранитные, а асфальтовые. 183. Архитектора станции московского метро по фамилии Погребной звали Ремидалф. Имя родители-коммунисты дали в честь Ленина, это Владимир наоборот. 184. Автор футбольного марша Матвей Блантер ездил на стадион с секундомером, чтобы точно узнать, сколько времени игроки идут от трибун к центру поля, и написать мелодию ровно такой длительности. Это одна минута. 185. Во время Великой Отечественной войны в СССР велось почти в 10 раз больше дневников, чем обычно. При этом большая часть их авторов находились в блокадном Ленинграде. 186. Все легендарные военные обращения диктора Юрия Левитана, начинающиеся словами от советского информбюро, были записаны спустя годы после окончания Великой Отечественной войны. Оригинальные записи не сохранились. Единственное исключение сообщения о победе. 187. Типовые станции московского метро 1960-х годов презрительно называли сороконожками за колонны, поддерживающие потолок. Вопреки названию, в каждом ряду таких колонн было не 40, а 38. 188. В Москве существовал магазин изотопы, где продавали элементы, имеющие одинаковый заряд ядра и разную атомную массу. Он находился на пересечении Ленинского и Ломоносовского проспектов. Там продавали радиоактивные вещества и все, что было с ними связано. 189. Автор книг о комиссаре Мегре Жорж Семенон обожал роман Юлиана Семена «18 мгновений весны» и входил в международную группу по поиску интарной комнаты, организованную советским писателем. Кстати, интарной комнате на нашем канале «Кив» у нас тоже есть видео. 190. Владимир Набоков прожил последние 16 лет своей жизни в швейцарской гостинице. Вместе со своей женой Верой Писатель переехал в Монтрюкс Пелес в 1961 году. 191. Для съемок фотоувеличения Антониони перекрасил лондонскую траву в ярко-зеленый цвет. Британская столица показалась режиссеру тусклой, серой и слишком похожей на его родную туманную Феррару. 192. Дизайн этикетки Чупа-Чупса создал Сальвадор Дали. 193. Народная песня «Ромашки спрятались», «Поникли лютики» написано в 1970 году композитором Евгением Птичкиным и поэтом Игорем Шефераном на мотив популярной блатной песни «Таганка». Впервые она прозвучала в фильме Леонида Морягина «Моя улица» в 1970 году. 194. Писатель Раальд Даль был похоронен с бутылкой бургундского вина, бильярдным кием, любимыми карандашами ХБ, электропилой и шоколадками. Его внучка Софи рассказывала, что Дали хоронили как викинга и положили в могилу все, что тот любил при жизни. 195. Прах поэта Льва Лосева захоронен в двух, уже существующих могилах Владимира Лившица в Москве и Владимира Уфлинда в Петербурге. Причем московская часть праха в пластиковом контейнере из-под корейских солений. 196. Слова Риосифа Гури Благословения и Проклятия Выдиши насчитывает 666 единиц. Среди проклятий встречается и такое, пусть у него вырастет свекла в кубке, и пусть он мочится борщом. 197. Черепашки Ниндзе Леонардо, Микеланджело, Донателло и Рафаэль отмечали не день рождения, а дату мутации. 198. Сюжет балета Шахеризада, поставленный Алексеем Мирошниченко в 2019 году, основан на биографии ныне здравствующей бывшей императрицы Ирана. 199. До изобретения лампочки и электричества люди спали в среднем около 10 часов каждую ночь, но вставали пару раз за ночь, чтобы растопить печь. 200. Покупателем взрывчатых веществ номер 1 в мире, являются военные США. Номер 2 Дисней. Расскажите пожалуйста какие факты, удивили вас больше всего, а какие вы и так знали. На этом я бы хотел закончить это видео с двумя сотнями, безумных и интересных фактов, которые вас удивят. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших это видео до конца, предлагаю узнать бонусный факт, если вы чувствуете запах рыбы, но поблизости никто не готовит, скорее всего какая-то техника в доме, опасно раскалена и скоро загорится. Вот такими у нас получились безумные и интересные факты. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, знали ли вы бонусный факт, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших, наш канал материально зрителях в это непростое время, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал книги, истории, факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом.